27 ноября 2022 года. Мы решили проверить, как у них с просрочкой реализуют ли они качественную продукцию, просрочную. Ну и посмотрим, какой же будет результат. Кусок 7 суток, нарезка 72 часа. А чем отличается кусок от нарезки? Ничем. Это привозное, это замороженное. Вот 4 часа с момента изготовления. Ну, изготовили их тогда. Ну, если да, то дефростации нету, то все, циррализация начинает снимать. Мороженое сырья. Упаковано сейчас. Употребить в течение 12 часов с момента упаковки. А когда выловлено? Когда она выловлено? Она выловлено. А, выловлено год назад. Я бежал ей влево год назад. Ну, понятно. Какой-то срок годности, она просрочена. Да, я его разморожен, представляю, это вылево. То есть, это она же разморожена, ты думаешь, да? Ну, я больше в чем уверен, что это дано. В принципе, чем отличается ничем? Ну, тем, что это заморожено, это разморожено. Ну, это я говорю, скорее всего, сроки мы вышли, а не ее хоп, и на продажу. То есть, это все заморожено, да, у нас? Срок годности пошел с данного момента упаковки. Да. А до этого не имеет значения. Срок годности 24 часа. Ну, с момента какого? Не знаю. Вот это рябить в течение 12 часов с момента упаковки. Это как? Я не понимаю. Так он все-таки 24 часа в кругу будет. 12. Ну, чтобы в желудке не протухло, то есть 12 часов это в желудке будет. А зачем 24 часа писать? То есть, ее надо писать в кругу, значит, 12 часов. Потому что если после 12 часов принять, а кушать, то в момента упаковки 12 часов должно быть. Нам еще вот лосось, который в 999. А, вот найдет и тот, да? Давайте вот затыкли 500. Из замороженного сырья все. А когда она разморожена, у них будет? Хотя, я так понимаю, сегодня... А выловлено когда? Она тоже будет назад выловлено? Судак, филе на коже, полуфабрикат охлажденный. А где, ну, информация-то по рыбе? Вообще информация должна быть сзади. Но ее сзади нет. Абсолютно информации. Поэтому не на одном продукте. Но она, конечно, в ужасном состоянии. Он сказал, что сейчас перебьем. Он сказал, что рыба разморожена вчера. Вот это же. То есть неизвестно, когда. Вот сколько она разморожена. И срок годности, я так понимаю, 24 часа с момента разморожки. Но если не пишут потребитель в течение 12 часов, видимо, для того, чтобы... А вдруг, чтобы не хроманули. А скажите, пожалуйста, почему оно замажено штрихом и дата заново нарисована? Вот, пожалуйста, девушка, занимаюсь конфетами. Ну, позовите девушку. Давайте с кем-нибудь разберемся до конца. Девушка, скажите, пожалуйста, срок годности вот этих всех конфет каким образом определить? Куда она ушла? Она за вырезкой пошла. Зачем? Вырезка от коробки конфет. Так, а здесь где данные? Пожалуйста, пожалуйста, каждый у нас что-то сравнить. Это у нас просто... Что вы мне даете? Это описание конфет от каждой позиции. Да мне не надо оппозиции. Вот конкретные конфеты. Какая срок годности у этих конфет? Шадо. 26.06, срок годности 12. До 26.06.23. Хорошо, как вы определили, что... Послушайте меня, послушайте меня. А давайте вот при вас вот эту дату сотрем. Давайте? Зачем? Ну, как зачем? У каждой есть вырезка от каждых конфет. А вы уверены, что вот эта вырезка от этих конфет? Да, конечно. А как вы это определили? Шадо тоже. А почему эта вырезка не здесь лежит? Вырезка здесь описания... Вы торгуете старыми конфетами? Нет. Старыми конфетами? Ну как, нет? А для каждых конфет есть описание. Почему маркировка не находится в конфетах? Потому что по правилам у нас как всегда. По каким правилам? Каких для себя? Для себя вы там себя в кабинетике делаете. А здесь вы должны для покупателей предоставить информацию. Ну, нахуй. Давайте пройдемся по всем конфетам. Выложите всю необходимую информацию сюда. У вас есть максимум 15 минут, чтобы все шильдики находились в конфетах. Начинаем от этих конфет. Показывайте срок годности. Предъявите, пожалуйста, документы. Документы, что мы покупатели? Покупатели? Можно я покупатель? Просто так. Давайте. Разрешена вообще съемка? Какого вообще с вами? Я отсюда. У нас был Роспотребнадзор. У нас все проверяли. У вас сейчас есть покупатель. У нас никаких нарушений. Я вам сейчас носом вас тыкаю. Конкретно покажите срок годности вот этих конфет. Вот этих конфет и так далее. Давайте пройдемся по всем конфетам. Показывайте срок годности. А вы что на меня включите? Потому что не надо мне задавать глупые вопросы. Вы что на меня включите? Вы сейчас узнаете, кто я такой. Я говорю, срок годности конфет. Срок годности конфет. Не можете справляться со своей работой? Руководство позовите. Да! Че смотришь? Давай, иди гулять сюда. Я сказала, что я, к сожалению, извините. Звите. Не извиню. Так, есть все в наличии. Пожалуйста, коробочка вашего распоряжения. Так, есть все в наличии. Звите. Звите. Не извиню. Давайте клеточку, пожалуйста, извините. Вот смотрите, вот зеленые конфеты. Смотрите, вот что вы можете по ним сказать? Вот какая информация? Женщина, выкладывайте всю информацию покупателям. Руководство им сказала, прячьте, убирайте, убегайте, что угодно. Не общайтесь. Прикольно. Вот если сейчас вот это стереть, там будет другой год. Вот давай ради прикола под видеозапись. Ну, нолик, нолик я вижу даже. Вот, 20. 20. Ну, давай другую смотри. Вот, давай еще вот эту. Вот здесь 21 год. 21 год. 8 месяцев срок годности. 21 год. Ну, да. О, смотри, а тут две этикетки. Прикольно. Одну полностью замазали. А вторую не стереть. Все конфеты не имеют никакой маркировки. А та информация, которая здесь предоставлена, она не имеет к этим конфетам никакого отношения. Какой информацией руководствуется покупателю, когда он покупает товар? Срок годности, как он определяет? Пожалуйста, любой покупатель, я тоже обещаю, любой покупатель может ко мне подойти, не сбежать. Мы к вам подошли, вы от нас бегаете. Давайте, вот сейчас не уходите. Разъясните мне по каждому товару срок годности. У нас все в порядке. А поконкретнее можно? Что у вас конкретно в порядке? У нас есть все вырезки. Каждый коробочек. Верю, показывайте. Извините, пожалуйста, до первого. Показывайте. Без какой-либо маркировки. Вы же все-таки в гипермаркете. Это в маленьком магазине, возможно, не исчезли. Вот именно в ваших магазинах говно продают. Именно здесь. У нас очень много покупателей. Любой покупатель может подойти ко мне. Мы подошли к вам. Я разве вам не показала? Не показали. Не показали. Не показали. А зачем вы обманываете? Так покажите. Девушка. Вы говорите, что может любой подойти. В то же время говорите, чтобы с нами не разговаривать. Вам дали указания. У вас в магазине тысячи покупателей. Вас одной хватит на всех или нет? У вас должен быть технический регламент соблюдаться в магазине. В качестве маркировки. Девушка, я вам под видеозапись говорю. Значит, снимайте конфеты с реализации. Либо предоставьте необходимую информацию. Если вы этого не сделаете, мы вынуждены будем с нами снять с реализации. Вы, пожалуйста, извините, потеряла вот из-за вас одну картонку. Извините, пожалуйста. Из-за нас? Ну, потому что... Что вы еще из-за нас сделали не так? Мне нужно одно описание. Я в чем-то виноват, женщина, или не могу понять? Вы меня в чем-то обвиняете? Ленис, акации, за меня там что-то потеряли. Женщина, конфеты с реализации будете снимать? У нас все вырезки есть, и все в порядке. Покажите. Горобочки, я вам предоставляла, выучила. То есть вы отказываетесь выложить информацию на место продажи, правильно? Мы вам поможем. У вас времени, я так понимаю, нету. Мы вам сейчас поможем. Так, надо тележки взять, или что? А давай вот прямо сюда. Зачем мне сюда конфеты бросать? А куда бросать? Покажите, куда бросать, будем бросать туда. Женщина. А я вас слышу. Информацию про конфетам вы заставите? Чего все бегаете? Да я боюсь потерять те описания, которые, к сожалению, не удала. И они, чтобы не исчезли, чтобы все сохранили. Никуда ничего не исчезнет. Да, они ничего не бросали. У вас что, конфеты в одной коробке приходят? Вся партия в одной коробке? Женщина. Вот смотрите, сколько у вас коробок осталось. Ну вот, видите. Одни конфеты с одного места в другое пересыпали. Как вас зовут? Александр? Александр Андреевич. Ваша связь будет. Никто откуда не уйдет. Ты кто такой? Неважно. Ты меня тоже хочешь досмотреть? А ты кто? Какие основания? Пускай подойдет. Сейчас будет основания. Пускай подойдет третья, четвертая касса. А? Ну давай, посмотрим. Чего ждет? Подождем, кто подойдет. Кого подождем? Учисковый. А он здесь? Ну сейчас подойдет, вы подождите, пожалуйста. Что мне еще сделать? Вы подождите, пожалуйста. Что мне еще сделать? Вы подождите, пожалуйста. Мне не надо толкать. Вы меня толкаете сейчас. Да. Серьезно, что ли? Конечно. В натуре? В натуре. Ты препятствуешь моему передвижению, Орел? Конечно. Основание. А, никакого? Ты сотрудник полиции, да? Серьезно, что ли? Снимай сюда. Ну, то есть вы уходите. А что здесь, слепой что ли? Все хорошо. А что, какие-то есть вопросы? Будут вопросы. Прикольно. Я сгуляю. А, ну гуляй, дядя. А что хотел-то? Просто объяснить, что хотел. Я сгуляю, не собираюсь ничего объяснять. Что хотел досмотреть? Не собираюсь ничего объяснять. Почему ты хочешь досмотреть? А, ты меня хочешь досмотреть? Не вас. А кого? Да какая вам разница? Так, а что-то, что-то медиа прикасался, а? Это вы меня прикасались. Я тебя, да? Я сейчас спокойно, да. А, ты спокойно что? И ты спокойно сейчас здесь стоишь, да? Я спокойно здесь стою. А, ну стой. Так я стою. Ты заранее скажи, будешь под машину кидаться, чтобы тебя, ну, случайно не переехать? Я тоже на «ты». Все, а что, я со всеми на «ты». Ну, замечательно. Ты беременна, что ли? А что? Нельзя? Ну да. Ты особенный? Да. Он беременна. Он беременна. Ты просто скажи, ты под машину не будешь кидаться? Под машину? Да. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Зовут, говорю, как? Зачем? Ну, в смысле, ты снимаешь, наверное, раковочек. Почему снимаете меня? Ну, я как бы ради своей безопасности снимаю. Я тоже ради своей безопасности. Алексей. От нас или от кого? Едино. А вас как зовут? Пожалуйста. Игорь Евгеньевич. Игорь Евгеньевич, давайте с вами побеседуем. У них собираюсь. Не хочу. От чего так? А просто не хочу. Вы съели продукты в кафе, за которые сейчас не заплатили. Вот единственная к вам претензия. Все? Да, я же не препятствую. Иди за веру не пиши. Я же не препятствую. Да, да, да. Давай. Ну, вам отдали этот товар на ответственное хранение. Что будет по ответственное хранение? Будут заявления. Давайте я продиктую. Вы напишите. Это ваша собственная подпись. Собственно, ручную подпись поставлю. Я коротко продиктую. Пишите, пожалуйста. Сегодня, 27-го, 11-го, 2000, мной было подано заявление о нарушении прав потребителей, а именно продажа некачественного и опасного товара в магазине «Окей» по адресу город Мурманск, проспект Ленина, 34. В том числе, твороженые массы с истекшим сроком годности, сыр с истекшим сроком годности. Данный товар мной был зафиксирован на фото и видеозапись. Произведена проверка качества данного товара органолептическим способом, которым установлено, что твороженная масса имеет забродивший вкус, а сыр – неприятный привкус. Данный товар совместно с другим выявленным товаром был передан сотруднику полиции в качестве предмета правонарушения для последующего изъятия с реализацией. В скобочках – передача на ответственное хранение до прибытия сотрудников Роспотребнадзора. После оформления необходимых документов мы покинули магазин. При этом на выходе из магазина сотрудники охраны без каких-либо оснований и объяснений стали препятствовать моему выходу. У автомобиля из слов одного из охранников на мой вопрос «Какие у вас к нам претензии?» я узнал со слов данного охранника «Я съел товар и отказываюсь его оплачивать». А как они не давали вам взор или просто сопровождали вас? Корпусом. Корпусом. Препятствовали моему движению. Да, при этом ничего не поясняли. Зачем? Что? В связи с возникшей ситуацией вынужден был вернуться обратно, чтобы прояснить ситуацию. Вернувшись, обнаружил, что указанный выше товар по непонятной мне причине был изъят, предположительно, сотрудниками магазина из общей массы некачественных и опасных товаров. И в отношении меня было подано заведомо ложное заявление о порче либо хищении мной указанного товара. Творога. Творога и сыра. Мне указывают еще крылья, ложки, сквозь сырой. Ложки были куплены Денисом Анатольевичем. Два сыра и один творог. Пачки было две. Один. То есть одну я пробовал, другую пробовал Денисом Анатольевичем. Данный вывод. Ну, о том, что они написали заявление. Все, последняя фраза. Данный вывод. Получается, а о том, что ложки были не куплены, вы не знали, да? Ну, я так понял, что они куплены. Предположили, что ложки были куплены, но так вам их передали. Я ничего не предполагал. Он мне дал ложки, и мы... Он специально пошел ложки покупать, чтобы можно было перед это попробовать. Здесь я не могу ничего пояснить. По поводу ложек. Ничего не могу. По поводу ложек. Я откуда знаю. Может быть, он с собой их принес. Может, он в машине их взял. Я не знаю, где он их взял. Данный вывод основан на заявлениях, указанных выше сотрудников. Данный вывод у меня основан, что они на меня подали заведомо ложное заявление о совершении преступления, исходя из их прямых угроз, что они это сделают, и то, что они тут сидели, что-то писали. Заявление о почте товара. Ну, я не знаю, о чем они писали. Ну, они об этом говорили. Значит, я делаю вывод, что именно это заявление они написали. Может, они там благодарность мне написали. Я откуда знаю. Я же не заглядывал. Ну... Это заявление вы не знали. Я не знаю, о чем они написали. Но с их слов, с их устных заявлений, я делаю вывод, что они подали на меня заведомо ложное заявление о совершении преступления. Либо правонарушение. Это уж в зависимости от квалификации. Потому что меня обвиняют либо в хищении, либо в порче имущества. Хотя ни того, ни другого я не совершал. Потому что товар, который мной был... Поэтому я сделал вывод, что обвиняют в совершении правонарушения и преступления. Ну, да, да. Ну, так они об этом прямо сказали. Они считают, что я должен оплатить товар, который является некачественным и просроченным. И передан как предмет административного правонарушения через сотрудников полиции на ответственное хранение. Это бред.